Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал Rustem Beauty. Но это означает, конечно же, что меня зовут Rustem, и я немного бьюти, и сегодня у нас обзор на всякую всячину. А точнее, да слушайте, мне тут недавно написал бренд косметики неизвестный. Ничего о нем неизвестно. Какой-то корейский бренд, который называется Make 9. И написали они мне, Rustem, нам нравится ваш канал и ваш контент. Мы бы хотели, чтобы вы протестировали нашу косметику. Но я же мальчик по имени хочу, мне нужен микрофон по имени Торчу. Поэтому я с радостью согласился протестировать. Сегодня у нас обзор небольшой. Я наконец-то вернулся с Турции. Всем мирабай пахлава, как говорится. Было весело, но нам не повезло с погодой. Было дико холодно, в лицо дул ветер, босфор бушевал. В общем, об этой поездке можно было бы написать роман, но у меня нет на это времени. Поэтому, поэтому меньше слов. Больше дела мы переходим к тестированию странной корейской косметики. А также перед тем, как мы начнем, я вас попрошу подписаться на мой YouTube канал Rustem Beauty. Если вы вдруг еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы будем начинать. Если честно, информации о бренде в сети очень мало. Максимально мало. Я даже не нашел ни у кого обзоров. Не нашел, не нашел. Я не могу до конца понять, что это за бренд. Да, я нашел официальный сайт, Инстаграм. Но я даже не могу посмотреть, сколько это все стоит. Ну, в общем, какая-то жесть еретическая. Но есть несколько интересных продуктов, о которых я вам расскажу. Итак, что же мне прислали? Мне прислали три продукта. Это пилинг-пэды. О них я расскажу в конце. Это уходовая часть обзора. Она у нас останется на сладкое. Мои бусинки, шпротики, турецкие выкотики. Скажем так, такой основной фокус. Это тональная основа, а также компактная пудра. Пудра, пудрочка. Дружок, покажи свой пирожок. Давайте начнем с тональной основы. У меня, кстати, очень много всего на лице высыпаний. Вот этих всяких турецких. Турецкое вино, пахлава медовая. Ну, вот все, что я ел, вышло у меня на лице. Ну, в принципе, бывает. И, 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 и. И, как называется бренд. Бренд называется Make 9. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Вот такой вот упаковочке оно все пришло, пока я был в Турции. Это тональная основа. All Hours Foundation. Название такое же, как у тональной основы от бренда Yves Saint Laurent. Это, что тут у нас 45 грамм продукта. Это нас радует. Написано Skin Fit, Longwear, Flight Texture, Flag Texture, бля, и Soft Touch. Окей. Окей. Это оттенок 02 Natural Warm Vanilla. Есть еще 01 оттенок посветлее. Этот потемнее. Но он мне будет немножко светловат. All in Liquid Foundation gives you silky soft and matte finish. Я бы не преподаватель по-английскому. Давайте расскажу об этой тональной основе. Скажем так, от себя, от себе не бывает. Тон выглядит достаточно стайлово. Но я с первого взгляда бы не подумал, что эта тональная основа все-таки более смахивает на уход или на какие-нибудь турецкие духи. Ну, по типу Laftazir. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Возможно, это даже не турецкая песенка, но просто мне ее почему-то все время хотелось петь в Турции. Ну, меня никто там не... Ну, ладно. Make 9 All Hours Foundation. Я уже сказал, что это за оттенок. И чем-то он похож на Chanel Velvet. Из плюсов здесь 45 грамм продукта. Хочу выпить ананасовый сок. Смотрите, я открываю, открываю. Оба-на! Не понял. Пару раз, когда я открывал эту тональную основу, она у меня выходила вот так вот. То есть, я вот открывал эту штучку, и вот эта штучка была тут. Во-первых, мне кажется, что тут должен был быть дозатор. Но, оказывается, он тут и есть. Но я не вижу палочки. Вы видите палочку? Нет. Я тоже не вижу. В общем, какие-то есть траблы с упаковкой. Пластик-то, в принципе, не совсем дешевый. Ой. Пол качнуло. Качнуло и на меня, качнуло и на пол. Ну, ладно, пол. Посмотрим, как нанесется на пол. Я уже подготовил кожу к тональной основе. И, в принципе, сейчас мы займемся тем, что будем ее тестировать. Тональная основа произведена в Корее, в Южной, чтобы вы понимали, в Южной Корее. Я не могу найти цены. Почему-то написано на сайте, цену уточняйте. У кого я должен уточнять, не понимаю. Но мне это прислали. Ладно, давайте, поехали. Поехали. Я же... Вот да. Тональная основа плюс-минус ничем не пахнет. Есть легкая душка. Такая, знаете, ненавязчивая, без всяких цветов. Слава богу, это не пахнет, как коллаген. И я эту тональную основу буду наносить влажным спонжем от Шик. И давайте, поехали. Поехали. Буду наносить. Тон, в принципе, второй оттенок не слишком желтый. Светленький. Мне чуть светлый. То есть, видите, мне бы, конечно, хотелось оттенок чуть-чуть потемнее. Как вы можете заметить, кроет тон хорошо. Даже при помощи спонжа достаточно все активно он перекрывает. При этом, при этом, мне почему-то в первый раз сказалось, что он перекрывает не так хорошо. Я пробовал наносить эту тональную основу при помощи кисти. Но мне больше понравилось, как наносится этот тон при помощи спонжа. Сперва какое-то время он, знаете, так поблескивает. Есть такое ощущение, что финиш сияющий. Но затем финиш, конечно, будет более матовым. Сейчас я возьму зеркало. Буду описывать, во-первых, что я вижу. Как работает этот тон. И, конечно... Ой, что я так губы закрасил? Не знаю. Не знаю. Ну и, конечно, любимая наша с вами. Кому этот тон подойдет? Какой коже? Когда? Когда? На какой случай? Кстати, вот в плюс к тональной основе скажу, что тон совершенно не ощущается на коже. Совершенно. То есть, вот нет никакого ощущения, что я нанес тональную основу. Абсолютно никакого ощущения нет. Настолько легкая текстура, вуальная, что я вообще не ощущаю тон. Он вот его будто бы и не было. Так, смотрю, что я тут не очень хорошо распределил на носу. То он хорошо работает с порами. Он их хорошо перекрывает. Прямо так, знаете, скрыл, скрыл. Прямо так скрыл рельеф. Вот здесь у меня был пост акне. Он его перекрыл, но не на все сто, как я люблю говорить. Осталось, конечно, о нем еще упоминание. Но будет работать в этом месте уже каньсилер. Сегодня он у меня не сразу как-то зафиксировался. И финиш немножко не полностью матовый. Финиш пока что с сатиновый сиянием кожи изнутри. Видите, немножко мы поблескиваем. Но, 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 но перекрыл все хорошо. Почему-то я тоже думал, что он более легкий. Хочу дать несколько минут тональной основы усесться на лице. И дальше комментировать эту всю ситуацию. Пока что результат меня в целом устраивает. Кстати, я буду использовать как можно меньшее количество консилера для того, чтобы все-таки больше сакцентироваться на тональной основе. Поэтому вот это то количество консилера, который я сейчас растушую, больше обещаю не наносить. Я подумал, что время пудры еще не пришло. И посмотреть, как работает скульптор от Pro Makeup на этом тоне. Вот таким вот движением немножко начинаю себя скульптурировать при помощи кремовой коррекции. Кстати, в следующем обзоре я подробно расскажу об этом кремовом скульпторе от Pro Makeup. И расскажу, чем же он меня так плюс-минус заворожил. А он меня реально заворожил. Это, это такая, знаете, заявочка хорошая. Заявочка хорошая. В принципе, никаких проблем с тушевкой кремового скульптора я не замечал. В принципе, никаких проблем с нанесением кремового скульптора я не замечаю. Как бы все хорошо тушует. Не тянет под собой слой. В принципе, работает хорошо. Ну вот видите, очень деликатно я нанес. То есть, подводя итоги, это сатиновый финиш. Подойдет хорошо. Я думаю, что в первую очередь подойдет для нормальной кожи. Для склонной к жирности. Для склонной к сухости. Я бы побоялся говорить, потому что я на свою нормальную кожу хорошенечко ее увлажнил. Нанес праймер со светоотражением. И за счет этого тон немножко сияет. Если кожа сухая, смотрим в сторону чего-то более увлажняющего. Тон немножко, буквально чуть-чуть липковат. Но сейчас мы нанесем пудру. И посмотрим, как это все изменится. И пудру мы тоже будем тестировать от бренда Make 9 All Hours Premium Powder Packed. В оттенке 1 Natural Beige. И блин, зараза! Тут больше ничего об этом продукте не сказано. Тут 18 грамм продукта. И пудра это наименьший понравившийся мне продукт из этой линейки. Выглядит достаточно футуристично. Это пластик, но пластик не дешевый. Открываем, видим пудру. С достаточно нейтрально-бежевым подтоном. Зеркало. И также у нас тут была вот такая вот пуховка. На одну сторону лица я хочу нанести пудру при помощи вот этой вот пуховки. И как бы заматировать, и как бы заматировать. Я нанесу в Т-зону, я нанесу на носик. Чуть-чуть под глаза. И могу остатками пробежаться по периферии лица. А со второй стороной я хочу поработать при помощи. Она абсолютно практически ничем не пахнет. Но напоминает мне пудру от Max Factor. Но здесь без эффекта вау. И она подчеркивает консилер под глазами. При этом на лбу она выглядит достаточно хорошо. Пудра, как вы можете заметить, отлично матирует. То есть вот видно, что здесь мы немножко сияем, к примеру. Пудра троечница, которая с претензией на четверку. Сделана пудра, кстати, тоже в Корее. И дальше, опять же, тут нет ни одного слова по-русски. Бред какой-то. Ну, хоть что-нибудь бы на английском написали. Потому что тут, простите, все. Я сейчас хочу сделать полноценный макияж. И мы уже после того, как все нанесем. И мы уже после того, как сделаем коррекцию. Макияж глаз. Посмотрим, как будет себя вести тональная основа. Пудра и сможем прийти уже к общему знаменателю. Макияж-то закончен. И макияжа уже 4 часа на секунду. Потому что у нас был какой-то долгий прямой эфир. Где мы пели, красили глаза. Я могу сказать следующее. Мне понравилась тональная основа. Как она себя вела в процессе, скажем так, макияжа. После макияжа. К тональной основе у меня нет претензий. И финиш, я бы все-таки сказал, что сатиновый, ближе к матовому. Она не сушит, особо ничего не подчеркивает. Но единственное, что немножко вот с каких-то тут нюансов подслезла. Видите, вот тут, вот, вот тут. С прыщиков, с таких свежачка. Пудра доставила мне дискомфорт в процессе макияжа. Она очень подчеркивает. Знаете, я не буду как-то заигрывать с брендом. Я так не умею. Весь рельеф пудра подчеркнула. Простите, но пудру я однозначно не советую. Что касается пилинг-пэдов. Я их пробовал уже несколько раз. Это пилинг-пэды с кислотами. А также в составе у нас есть азиатская цинтелла. Я, кстати, азиатскую цинтеллу еще люблю со времени работы в бьюти-трак. Там был у них крем с экстрактом цинтеллы. И он хорошо подсушивал все воспаления. И вообще вот обладает таким, знаете, противовоспалительным действием. Что такое пилинг-пэды? Это вот такие вот, кстати, мы открываем. Тут у нас была защитная пленочка. И у нас тут 70 вот таких вот ватных дисков. Достаточно плотненьких. То есть, они, знаете, выполнены из хорошего материала. С одной стороны этот пэд, ну, как его назвать-то? С одной стороны он пористый, а с другой стороны он гладкий. Это как бы последний этап в очищении кожи. Перед тонизированием. То есть, что делают эти салфеточки? Они удаляют остатки макияжа, удаляют омертвевшие клетки кожи. И так далее. Вот эту вот всю фигню. Ну, текстурная сторона предназначена для тезионы, где более грубая кожа. А гладкая часть предназначена для шеи, для ушей, для периферии лица. Также эти штуки восстанавливают кислотно-щелочной баланс после того, как вы умылись. И как бы подготавливают кожу к дальнейшему уходу. Также, кстати, говорят, что неплохо эти штуки чистят поры. Я пока на себе не заметил. Ну, просто мало времени прошло. Успокаивают воспаление. Но это все же благодаря, опять же, вот этой вот экстракту центеллы азиатской. Стоит избегать зону вокруг глаз. А также не стоит проходиться ими по губам. Также производитель заверяет, что если в макияже надо что-то потереть, то можно воспользоваться этим пэдом. Кстати, наверное, если вы начинаете макияж глаз с лица, и у вас есть какие-либо осыпания, можно пройтись им вот так вот тынь, тынь, и дальше уже накладывать тон. Смахну вот эти все штучки. Пилинг пэды мне понравились. Они совершенно не раздражают кожу. У меня не было замечено никаких покраснений. Наоборот, оно вот все мои вот эти нюансики, знаете ли, успокоило. Так что пилинг пэды я советую. Также я советую тональную основу, а пудру, к сожалению, нет. К сожалению, пудра мне не понравилась, и я вам ее не советую. Вот такой вот у нас сегодня получился маленький, небольшой обзорчик, обзор, где мы, знаете, у нас редко бывает декоративная корейская косметика, поэтому, наверное, с радостью я взялся и рассказал вам об этом. Следующее видео выйдет совсем скоро. Там у нас будут новинки от Essence. Расскажу про скульптор, вот про мейкап. Также у нас еще что, 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 что-то еще будет, что-то еще. Было, 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 было. Но прошу. Я похож на такую, знаете, грустную кондукторшую. Ну ничего, 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 ничего. Дорогие друзья, будем заканчивать. Будем заканчивать. Дорогие, если вы еще вдруг не подписаны, подписывайтесь на мой YouTube канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте делиться моим видео в своих социальных сетях. А мы будем прощаться. Я вас целую в писечке и попочке. Увидимся мы с вами совсем скоро на этом YouTube канале, но уже в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok